Всем привет! Вы на канале Battleship и сегодня мы рассмотрим итальянский линкор 8 уровня Лепанта. Это один из лучших линкоров 8 уровня. Обладая хорошей бронёй и живучестью, он способен дольше других сдерживать вражеские корабли или же наносить ему ром. А благодаря дымам полного хода вам открывается целое окно возможностей. Уйти от засвета, выстреливать противника при этом не засветившись или же прорваться поближе сквозь эти дымы. И это делает его геймплей более интересным и разнообразным. Также тут есть полубронебойная ПМК, но упарываться в ПМК сборку не советую, хотя это конечно же еще тот фан. Итак, давайте познакомимся с ним поближе, разберем его ТТХ и оснащение, а также я покажу вам самую лучшую сборку для этого линкора. Ну а после вы посмотрите его бой и забегая наперёд скажу, что этот бой советую досмотреть до конца, потому что Лепанта там творил чудеса. Итак, погнали со сборки. Первый модуль система наведения, второй модуль энергетичка, третий модуль маскировка и четвертый модуль вставим перезарядку главного калибра. Главным командиром здесь будет Анджела Ячина, вот с такими вот перками. Делайте как у меня на экране. На вдохновление ставим Каннингана и обязательно Роберта Жижара для доп пробития ББ снарядов, потому что калибр тут у нас 381 мм и доп пробитие просто необходимо. Ну а теперь посмотрим его оснащение и ТТХ с такой сборкой. В оснащении у нас имеется аварийная команда, ремка в количестве 5 штук, которая восстанавливает 379 очков боеспособности в секунду. И это обычный показатель для линкоров 8 уровня, дымы полного хода в количестве 3 штук. А также на выбор корректировщик, истребитель и ежик, если будет сборка от ПМК. Советую вам оставить истребитель, потому что когда будете уходить в дымы и у вас не будет света, запустив истребитель вы сможете увидеть вражеские корабли. Живучесть данного линкора очень хороша, он имеет боеспособность в 76 тысяч, а также хорошую ПТЗ в 47%. Броня до 406 мм, и я могу сказать, что забронирован он очень плотно. А конечки здесь 32 мм. Палуба очень хорошо забронирована, и мелкокалиберные фугасы будут разбиваться в вашу палубу. А вот цитадель здесь большая, и возвышается на 2-3 линии. Словят вас с борт, то отправитесь в порт. В качестве главных орудий тут установлены 3-4 орудийные башни с калибром 381 мм. Перезарядка 30 секунд. Время поворота башен 27 секунд, и это вполне приятно. Про фугасы здесь можно забыть. Они используются крайне редко и не очень эффективны на этом линкоре. А вот бронебойный снаряд это основной снаряд для данного линкора, и урон ББ снарядом составляет тут 12100. Есть еще одна фишка у данного линкора, и это его полубронебойные ПМК, которые не поджигают, но наносят очень хороший урон. И если эсминец попадет в радиус действия вашего ПМК, и каким-то образом у вас будет стоять оснащение ежик, а не стребитель, то тогда эсминец сразу ри-ай-пи. В общем, ПМК здесь прикольная. Раскачать в ПМК сборку можно до 9-7 км, но не советую вам этого делать. ПВО здесь средняя. Скорость здесь маленькая, всего лишь 27 узлов. А маневренность чуть хуже средней. Светится он на 13,3 км. И это средний показатель на данном уровне. Ну а теперь вас ожидает шикарный бой на этом линкоре, в котором он докажет все мои сказанные слова. Обязательно досмотрите этот бой до конца. Итак, бой начинается. Данный линкор очень хорош для сдерживания направления, для раздамаживания на себе вражеского урона. То есть вы будете стоять, принимать урон, а линкор будет жить. Да, не будет рассыпаться, как некоторые линкоры у нас. То есть это очень хорошая лодка. Просто нужно понять, как на ней играть. Плюс у него очень хорошо распределены орудия. Два с носу, одно сзади. В плане того, что можно стоять носиком. Ну и заднюю башню, конечно, нежелательно всегда подворачивать. Но угол здесь вполне приятный. Поэтому не всегда приходится выворачивать весь борт. Конечно, не так, как на Коломбо. Потому что на Коломбо угол вообще офигенный. Вот. Здесь главная фишка не выставлять бортик. Становитесь носиком и вам фиг, что сделают. То есть, да, будут там поджигать, будут потихонечку наносить урон. Но этот линкор очень хорошо забронирован и позволяет долго жить, да, там. Вот. Как видите, очень хорошо залетает ББшками. Мы также идем вместе. Этот линкор играется от средней и ближней дистанции. Поэтому мы всегда как бы идем вперед. Мы не плаваем там на третьей линии, на белой линии. Вот. То есть, этот линкор должен идти потихонечку вперед. Понятное дело, что нужно оценивать обстановку. Нужно смотреть, чтобы там не было вражеских эсминцев, чтобы по вам не пускали торпеды. То есть, все в меру. Как видите, я иду вместе со своим союзником вперед. И, к сожалению, тут Петропавловск выходит в борт нашему крейсеру и шансов вложить в него мало. Вот. И дымы полного хода дают вот такое вот преимущество. Я спрятался в дымы, меня никто не видит. Делаю выстрел. И, как вы можете заметить, что после выстрела я не был замечен. То есть, я делаю этот выстрел скрытно из инвиза. И это очень и очень хорошо. Все так же стою в дымах. Жду пока вражеский Петропавловск. Еще раз покажется, дабы сделать еще один выстрел. Петропавловск, краша мозга, все пытается меня подловить в борт. Но не хватает Петропавловску калибра, чтобы мне нанести какой-то урон. А мы здесь отлично попадаем в Петруччева. И наносим очень-очень хороший урон. Петропавловск какой-то необучаемый. Все так же стоит бортом, но, конечно, тоже больно немножечко попал. Но против Лепанта стоять вот так вот бортом, когда Лепанта обладает таким большим количеством орудий, то это очень тяжело. Итак, друзья, начинается кульминация этой битвы. Прошу вас обратить внимание на то, сколько осталось у нас кораблей и кораблей у противника. И обратите на мое ХП, то есть на мою живучесть. Да, у меня еще 4 хилки, но у меня всего лишь там вообще очень мало осталось ХП. Опять же, спасает дымы полного хода, благодаря которым я спрятался и немножечко отхилился. Вот, смотрите, у нас осталось 3 корабля, а у них 6. Вот это незадача. И казалось бы, бой уже с Левчанским, но здесь мы, я не могу сказать, что убиваем у Саши, добираем у Саши. И здесь, как говорится, начинается перелом. Все, что я говорил о Лепанте в этом обзоре, он здесь показывает. Он здесь покажет невероятную живучесть, стойкость. И сами увидите, что произойдет. То есть, да, сейчас по общей картине осталось 5 минут боя. У нас 3 корабля, у них 5, плюс у них еще есть эсминец. То есть, все идет к тому, что эта катка будет сливная. Но Лепанта так не думает. Против меня сейчас пытается костыль что-то сделать, но, как я и говорил, видите, я стою носом. И он ничего не может мне сделать. Но мы потихонечку, потихонечку его колупаем. Как видите, да, летят там его раскорячки, но просто снаряд, как видите, разбивается. И не наносит им никакой урона. А сам костыль немножечко мягкий. И, соответственно, вот смотрите, опять идет выстрел. И что происходит? Ничего, да, то есть полторы тысячи урона четырьмя снарядами. То есть, мы держим уголочек, стоим и также добиваем костыль. Костыль, который на нас выходил. Фуловым. Теперь посмотрите на его хп и на наши. По точкам мы тоже проигрываем. Кажется, что этот бой не вытянуть. Я тоже, как бы, думал, что так не есть. Плюс еще идут торпеды по нам. Очков боеспособности осталось немного. Прям совсем-совсем чуть-чуть. Но Лепанта не был бы так хорош. Если бы это был Лепанта, как говорится. Так, мы тут добираем костыль. Хочется, конечно, отметить хорошую работу союзного Альчапаева. Бывает и такое. Ну и смотрите, что у нас происходит по центру. У нас идет прорыв по центру. Заходят линкоры. Опять же, посмотрите, дымы полного хода, как меня спасают. Я ушел в дымы и сейчас по Массачусству просто из инвиза даю. И так бы и если бы у меня не было этих домов. Вот так еще и попадается, блин. Эсминец и ПББшки его сносят. То есть вообще просто невероятно. На каких-то там граммах боеспособности я жил весь бой. И еще, блин, столько кораблей затанковал. И тут еще идут корабли. И Лепанта все держится, да. Я уверен, что вы, наверное, знаете, что... Ну, мало какой линкор может посовет... Может похвастаться такой же участью, как Лепанта. То есть вы сами все видите сейчас. Каждый может сделать фуэт. Посмотрите, стреляет в Массачусетс. ПМК-хами, главным калибром. А нам все по, как говорится, да. То есть продолжаем идти вперед. У нас идет два линкора. Лепанта все так же танкует. По очкам мы проигрываем. Там 690 на 793. Остается две минуты. Ну и тут типа надо забирать линкора. Я, конечно же, смотрю на линкор, который выходит ко мне бортом. Массачусетс, потому что идет ромбом. И как бы с ним мне тут тягаться нечего. Поэтому мы выловили Айову. Дали стадель. Смотрите, опять стреляет по мне. Тысячу... Короче, полторы тысячи урона. Соперник, наверное, очень злой и негодует. Потому что как так? Не могут добить этот чертова Лепанта. Чапа молодец. Пошел вперед. Вынудил Массачусетс подставить мне борт. И мы тут с ним его пац и разобрали. Да, правда он не попал торпедами. Но ничего страшного. Спровоцировал на борт. И, соответственно, поставил его для меня. И здесь я по нему стрельнул. Остаются считанные минуты до конца боя. Перевес все так же за командой противника. Но опять посмотрите. Опять Лепанта танкует. Снаряд Айовы, да? И опять же Чапаев молодец подворачивает Айову. И мне здесь, так скажем, просто Blackjack, да? Но сколько мы пожили? Смотрите, опять же, опять же остается очень мало времени. Вот, по очкам мы выигрываем. Но, блин, Репа сейчас может снести крейсер. И опять все выровняется. Как же хороший был. Смотрите, Репа опять стреляет по мне. Промахивается. Опять все разбивается об оконечки. И опять не проходит урон. Просто сколько Лепанта здесь жил. Мне кажется, мало какие линкоры могут похвастаться такой живучестью и такой броней. На этом, друзья, обзор подходит к концу. Я думаю, вам понравился этот бой. Вам понравился данный линкор. Это очень хороший линкор восьмого уровня. Всем советую качать. И увидимся, удачи и пока-пока.